Это русский космос. Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Владимир Леонидович Сывороткин, доктор геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник геологического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. С 1979 по 1992 год Владимир Леонидович проводил полевые испытания на вулканах Камчатки и Курильских островов, а в 1990 предложил водородную концепцию разрушения озонового слоя и затем на ее базе создал дегазационную теорию глобальных катастроф. Вот, собственно, о ней мы сегодня и поговорим. Добрый день, Владимир Леонидович! Добрый день! Наступление различных социальных катаклизмов и природных катаклизмов ученый Александр Чижевский связывал с периодическими циклами солнечной активности, с периодичностью солнечного вообще цикла. И вот говорил о том, что землетрясения, извержения вулканов, наводнения, оползни, засухи, лесные пожары, в общем, различные даже техногенные катастрофы привязаны именно к этому. А вот на ваш взгляд, действительно ли они общую природу имеют и может ли эту общую природу объяснить созданная вами теория? Александр Леонидович Чижевский действительно, наверное, можно сказать, задал научному сообществу, вообще всем нам, живущим на Земле, такую загадку. Его, собственно, вот открытие, это синхронность всех видов катастроф. Вот его книжки, там, земной эхо солнечных бурь, разные хроники и показывал, что вот эпизодии какие-то, эпидемии, и социальные катаклизмы, и все идет вместе. Вот загадка. Но сам он пытался действительно объяснить это изменением солнечной активности. Ну, самый знаменитый, вот этот 11-летний солнечный цикл. Но вот главное, с чем все согласились, это синхронность. И мы сейчас, собственно, переживаем такой же вот период. Там взорвалось, там упало. И это не просто там чистота информационная какая-то, это реальная чистота природных и техногенных катастроф. И вот, собственно, два подхода возможны. Или есть какая-то единая причина, которая обеспечивает вот весь этот широкий спектр. Или это эффект какой-то домино. Ну, что-то одно случилось. И дальше покатилось, да. Вот, например, представьте себе горный каскад каких-то плотин на горной реке. Вот одна вверху там накопилась, сорвалась, и все, и дальше понесется. Потому что каждый следующий этап все больше и больше будет смывать. Да, я гордо заявляю, что я вижу причину и доказываю это уже лет 20. То, что основной причиной тех глобальных катастроф, тех катастрофических периодов, которые с некой, значит, периодичностью переживают человечество, и нам удалось вот как бы в это дело встрять, вляпаться, как любым словом можно назвать. Это является усиление глубинной дегазации. Это выделение водорода, главного планетного нашего газа, из жидкого ядра Земли. Ядро состоит из двух частей. Твердое, которое кристаллизуется из жидкого. И вот во время этого процесса происходит отгонка этого водорода самой верхней части ядра и жидкого ядра. Такая есть граница для два штриха. Это граница ядра и мантия. Процесс выделения вот этого водорода из различных трещин, разломов Земли, он идет всегда, но он идет с разной интенсивностью. Вот у этого процесса, который мы называем глубинная дегазация, есть два, что ли, вот таких, два параметра. Он неравномерен во времени, и он неравномерен в пространстве. Есть такие разломные зоны, мощные рифтовые зоны. Мы их видим на географических картах. Это серединоокеанские хребты, на вершинах которых есть такие ущелья по несколько километров, два-три километра глубиной. Вот это рифтовые зоны, в которых и сейчас на дне океана идет активнейшая геологическая деятельность. Там выделяются газы, есть извержения вулканов, там же идут землетрясения, и там же выделяется этот водород. То есть в рифтовых структурах его выделяется на два порядка больше, чем между ними. Например, алмазные месторождения, трубки алмазные, через них много водорода выходит. Почему же она такая универсальная причина? Помните, мы на гражданской обороне учили, что у ядерного взрыва есть там три поражающих фактора. Вот у этого моего механизма тоже три поражающих фактора. Прохождение самого водорода через твердь земную, это усиление сейсмичности, это усиление вулканизма. Почему вулканизм усиливается? Ну, потому что начинает окисляться водород на глубинах порядка 100-250 километров в мантии. Там уже присутствует вода в структурах минерала, идет окисление водорода, выделяется вода, снижается за счет этого температура плавления пород, и выделяется эндогенная энергия. Начинает плавиться верхняя мантия. Взрывы, есть сейчас в сейсмологии несколько концепций, которые объясняют землетрясения сильными взрывами, просто взрывами газов. Когда водород проходит через дно океанов или дно морей, происходят массовые заморы животных. Рыбы, киты, дельфины выпрыгивают из моря, вот необъяснимо, да, вот раз-раз, там их туда тащат, они обратно выскакивают. Прошлый и позапрошлый год, необычайные совершенные явления, с неба стали падать птицы, тысячами и сотнями, и по всему миру. Птицы, они летают, и вдруг летит, летит стая, и падают тысячи, там в Арканзасе штатит, там тысячи дроздов, где-то в Австралии там что-то другое упало, где-то в Севастополе дрозды. Да, я помню эти заголовки, дождь мертвых птиц. Совершенно верно. А вот как можно объяснить? Мы подходим к решению этой загадки, когда узнаем, что в Арканзасе, когда упали с неба дрозды, огромное количество, в это же время в реке Арканзас, это приток Миссури, по-моему, сдохла рыба. То есть мы должны сразу объяснить синхронность, найти такой фактор, который объясняет сразу гибель и биоты, и хтеофауны, и птиц. Если мы себе представим, залповый выброс водородно-метановой из земли, то есть когда и попадает туда или рыба, или птица, они просто задыхаются. Мы сейчас с вами пытаемся объяснить синхронность землетрясений, извержения вулканов, гибель, мы сейчас объяснили, морской биоты, и вот совершенно новое такое явление, это массовая гибель птиц. Нет, ну кто-то объясняет это тем, что вообще, в принципе, изменился климат на Земле. Причем многие ученые говорят о том, что произошло в свое время, когда было безумное совершенно цунами в Индонезии, когда Тихий океан взорвался, земля стала меньше, и это потянулось. Это одна из, одна из таких расхожих версий. Но это можно тоже ведь объяснить и вашей теорией то, что вот происходит. Когда говорю о водородной дегазации, я говорю о реальном, физически понятном процессе и факторе. Когда люди приводят такие факторы, вот глобальное потепление, от этого вот там, от этого и это, от этого и этого, от этого люди умирают. Я здесь написано, заместитель главного редактора журнала «Пространство и время», где веду такую рубрику «Климат-контроль». И вот уже два года, там, каждые три месяца, там, с цветными картинками, озоновых аномалий, я показываю полнейшее соответствие погодных аномалий аномалиям озонового слоя. И алгоритм здесь элементарнейший. Если озона становится больше нормы, под этим местом становится холодно. Так было 19 июля этого года. У нас было несколько процентов озона выше нормы, и сразу стало холодно. Потому что озон – это молекула, которая улавливает некоторые виды солнечного излучения. Они до нас не доходят. Я еще давно, в 90-м году, приложил концепцию, что озоновый слой, тогда вот это было страшно, все кричали, озоновый слой разрушается, караул спасите, Монреадский протокол заключили. И весь этот крик стоял до 2000 года. В 2000 году, после 2000 года, интерес к озоновому слою пропал. И все стали говорить, да, он, наверное, все, мы фреоны запретили, в холодильнике все выбросили там плохие. Но на самом деле, самое сильное разрушение озонового слоя за всю историю наблюдений было в Северном полушарии в марте прошлого 2011 года, а в Антарктиде в сентябре-октябре того же прошлого года. В этом году мы будем отмечать, каждый по-разному, 25 лет со дня подписания Монреальского протокола, он же 16 сентября, назван Днем защиты озонного слоя. День глобального обмана человечества, день выигрыша американских монополий, потому что в этот день, так сказать, был подписан протокол, и в 2000 году мы с ним согласились, закрыли наши семь последних производств фреонов, абсолютно безобидных, и для озона, и для человека, главное. В конце 80-х годов прошлого столетия ученые забили тревогу. Их наблюдения показали, что над Антарктикой происходит медленное, но устойчивое снижение концентрации стратосферного озона. Позднее такое же уменьшение стало происходить и над Арктикой. Это явление получило название «озоновая дыра», хотя это не брешь в атмосфере, а уменьшение концентрации. Однако феномен его пока непонятен. То ли дыра возникла в результате антропогенного загрязнения атмосферы, то ли это естественный геоастрофизический процесс. Очень много разговоров было о озоновых дырах, там запрещали фреоны, потом выяснилось, что это неправильный путь был. Озоновые дыры мало связаны с выбросом фреоновых газов. Поэтому здесь сейчас существует такое серьезное паническое опасение глобального потепления. Но мы еще не понимаем в Академии наук, вот такой есть сейчас консенсус, что мы пока окончательно причины его не понимаем. В атмосфере озон сконцентрирован в так называемом озоновом слое на высоте примерно 30 километров в пределах стратосферы, где происходит поглощение ультрафиолетовых лучей, излучаемых Солнцем. Когда мы еще летали, у нас была специальная аппаратура, которая наблюдала за небом в ультрафиолетовом диапазоне. Вот мы все знаем, что солнышко светит, мы получаем загар от того ультрафиолета, который идет от Солнца, но все-таки большая часть ультрафиолета у нас фильтруется атмосферой. Поэтому, с одной стороны, мы защищены от такого жесткого ультрафиолетового излучения Солнца, именно атмосфера озоновым слоем, про который многие знают. Но этот же озоновый сло не позволяет смотреть на небо в ультрафиолетовом диапазоне. Летом и весной концентрация озона повышается. Над полярными областями она всегда выше, чем над экватором. Воздействие усилившейся ультрафиолетовой радиации вызывает рак кожи, катаракту глаз и подавляет иммунную систему человека. Ультрафиолет способен нанести непредсказуемый ущерб растениям, водорослям, пищевым цепям и глобальной экосистеме Земли. В 1987 году в Канадском Монреале состоялась международная конференция, посвященная угрозе озоновому слою, на которой промышленно развитые страны договорились о сокращении производства химических веществ, разрушающих озоновый слой. Еще через 10 лет было принято решение о полном уничтожении таких производств. Сегодня ученые верят, что через 50 лет озоновый слой восстановится полностью. Хорошо, но если фреоны и антропогенный фактор как бы не являются главными, то тогда что? Что за причина? Все-таки вот это выделение водорода. Водород озона, разрушающий газ. Есть водородный цикл разложения озоны. В нем вот этот самый катализатор разрушения молекулы гидроксила, ОАШ. Она может образовываться при попадании водорода в стратосферу за счет фотолиза. Водорода, воды и метана. Он очень эффективен, а водорода в земле немерено. И я эту свою концепцию доказался. Я на этом докторскую защитил. Когда я защищал докторскую, у меня не было еще доступа к интернету, не было этих карт. Я потом все увидел. Мне стало даже удивительно, как я смог все это сделать, когда не было. Когда зоновые дыры в виде звезд идущих Антонарктиды по рифтовым зонам. Такую географию, такую геометрию зон. Ни одна теория, ни одна гипотеза, включая вот эту антропогенную Фреонова, техногенную Фреонова, она не объясняет в принципе. А потом, в 2005 году я доказал экспериментально. Ну, хорошо, мы видим совпадение в пространстве, а вот как будет во времени. Если действительно озоновый слой разрушается выбросами водорода, значит, если мы будем в этой точке измерять в центре дегазации водород, значит, в момент разрушения озонового слоя мы должны зафиксировать выбросы водорода. Максимальный пик. 19 апреля 2005 года на Хибинах зафиксирован был выброс водорода на Хибинском массиве. вот этим моим датчиком. А озонометрическая станция Мурманск отметила в этот день 3 дня 26-27-28 сброс минимум озона. А американский спутник, который летал в это время, зафиксировал, заснял эту озоновую аномалию, которая проходила, она очень длинная, узкая была такая, проходила строго по Кольскому полуострову. Вот в этот день, я считаю, 26 апреля 2005 года, вот моя гипотеза, если можно так сказать, водородное разрушение озон условий, она стала теорией. Потому что эксперимент, который мною был заявлен еще за несколько лет до этого, как проверочный, он состоялся и дал положение. Датчик работает и периодически, когда там появляются зоновой аномалии, он показывает пикинг. Владимир Владимирович, еще одна особенность, отечественные геологи заметили, что аварии, которые происходят на шахтах, они имеют определенную цикличность, причем при статистических обработках этих данных. И вот статистика показала, что в 15 раз чаще происходят такие аварии в дни, близкие к полнолунию и новолунию. Именно на хибинах изучали поведение водорода и метана и обратили там внимание вот на эту лунную цикличность. А хибины, вот почему я там датчик-то поставил, уникальный массив, он магматический, там давают апатитовый рубит. Но, грубо говоря, такая кольцевая структура огромная, из нее выделяется водород и метан. Все шахтеры говорят, ну что, метан, ну понятно, что он выделяется из угля. Уголь образовался из торфа. Вот при отжиме метаморфизме там накопился этот газ, действительно такой процесс есть. И он там залез в поры. И вот периодически, когда туда с перфоратором залезаешь, с экскаватором, там полость какая-нибудь газовая вскрывается, происходит взрыв. Хитаров-Свойтов, увидев, что там у них на хибинах вот такая есть лунная цикличность выделения газов, которые никакого отношения вообще-то не имеют к углю, они проверили статистику по шахтам Донбасса. И у них тоже выявилось, что вот эти выбросы, взрывы и аварии на шахтах в 15 раз чаще происходят в неполнолуне и новолуния. В 2005 году я поставил там прибор свой водородный, который каждые 5 минут записывает показания водорода. Вот мой датчик, о котором он сказал, ряд полученный уже сейчас сколько, около 8 лет, 7,5 лет стоит, и каждые 5 минут записывает показания водорода. То есть в выбросах водорода мы читаем космическую ритмику. Там и вылезает вот это, во-первых, суточный цикл, а самый хороший пик это новолуния, полнолуния, до 11-летнего цикла у меня мой датчик еще, так сказать, не дошел. Даст Господь дожит, вот может быть мы это и посмотрим. Луна влияет на все жидкие среды на Земле. Я вот вы уже сказали, что я 15 лет проработал на Курилосе, на Камчатке. И там ни для пограничников, ни для рыбаков, ни для служителей маяков, ни для кого как бы не секрет, что их жизнь зависит от Луны. Им раздают вот такие лодцы, расписания, отливов и приливов, все они связаны с фазами Луны. Вот для жителей европейской части, да, как Луна, это уже кажется какая-то астрология такая немножко. Гравитационное влияние Луны на жидкое ядро Земли. Не только на океан, но на все жидкие сферы, включая нашу кровь и включая жидкое ядро Земли. Твердое ядро в жидком начинает шевелиться. Это усиливает выделение водорода из ядра. Хорошо известно, что закон тяготения был открыт Ньютоном на основе изучения движения Луны вокруг Земли. Но что было бы, если бы Луны не существовало? Прежде всего, прекратились бы приливы и отливы в океанах и морях Земли, а многие порты оказались бы закрыты для судоходства. Отсутствие приливов и отливов вызвало бы непредсказуемые последствия в земной атмосфере и ослабило бы тектоническую деятельность. Луна влияет не только на гидросферу Земли, но и на жидкости внутри человека. Прежде всего, кровь, что знали в древнем Китае. В полнолунии у многих людей наблюдаются перепады настроения, усталость и бессонница. Отсутствие Луны нанесло бы весьма чувствительный удар и по астрономии. Прекратились бы солнечные затмения, когда Луна перекрывает ослепительный солнечный диск. Для ученых это редкий шанс, когда можно наблюдать солнечную корону. Обычно солнечная корона забивается ярким светом солнечного диска, откуда исходит основная часть солнечного излучения. Когда диск закрыт полностью Луной, открываются вот эти внешние слои солнечной атмосферы, и мы имеем возможность их изучать с помощью различных методов. Не удалось бы использовать Луну и в качестве космического ретранслятора радиоволн. А еще мы могли бы потерять настоящую сокровищницу полезных ископаемых, которые так необходимы современной промышленности и наверняка пригодились бы при строительстве лунной станции. В состав земного спутника входит железо, ртут, свинец, бром и многие другие элементы таблицы Менделеева. Исследования лунного грунта, проведенные сотрудниками нескольких московских институтов и одного киевского, показали, что на тончайшей поверхности лунных частиц содержится неокисленное железо. Дальнейшие исследования позволили понять природу этого железа под воздействием солнечного и космического излучения постоянного. металлы становятся неокисляемыми. Не только железы, кремнии, титаны, некоторые другие элементы. Изучены еще далеко не все лунно-земные связи. Ученые полагают, что Луна оказывает влияние на многие геофизические процессы. И такие связи могут быть открыты в будущем. А это значит, что исчезновение нашего естественного спутника может оказаться для Земли гораздо большей потерей, чем это представляется на первый взгляд. Владимир Леонидович, если уже пойти чуть-чуть дальше, то разговоры, которые длились на протяжении 15-20 лет последних о волновой структуре мира, они имеют под собой очень весомые основания, потому что если мы говорим об определенных солнечных циклах, об определенных лунных циклах, которые в свою очередь порождают определенные земные циклы, которые влияют на все окружающее, то, следовательно, есть прямая взаимосвязь, которая попадает под вашу теорию, которая перестает теории, превращается в гипотезу, и следовательно, я ставлю многоточие, и следовательно, отсюда начинаются мои мучения. я тоже думал, ах, как сейчас все просто, вот я поставлю датчики, я увижу эти, значит, записи водородных рядов, и я сразу все пойму, новолуние, полнолуние, вот это, и будет рецепт спасения человечества, и будет рецепт спасения человечества, будет всем нам счастье, но когда я стал их рассматривать детально, ну вот я говорю, все-таки пики основные, какие-то вылезают, это все-таки зацепка есть, но, поскольку вы говорите, все волновое, а какие, вот если мы, мы же все-таки в студии Роскосмос, да, какие, ну, я уже сказал, полнолуние, новолуние, а новолуние, это уже соединение Солнца в одну линию, то есть гравитационное влияние ближайших планет, парад планет, когда они устраиваются в одну линию, положение Земли на орбите, вот в точке Перигелия, это какой период? Мы прилетели к Солнцу, его влияние гравитационную усилилось, там еще один такой момент есть, в этом месте меняется знак ускорения, то есть здесь мы летели к Солнцу, тут поворот, летим обратно, Земля испытывает какие-то неудобства вот на этой эллиптической орбите, начинают ее коробить, трещины какие-то, по которым выделяется водород, и ядро тоже испытывает особенно, а вот интересно, в точке Офелия, в самой дальнеудаленной, вот один геолог посчитал, чаще всего извергаются вулканы в июне, тоже не случайно какое-то совпадение, и солнечная активность, мы сейчас вернемся к Чижевскому, и солнечная активность, как она может влиять на дегазацию? изменением магнитного поля, потому что вот эти положительные аномалии, они, ну я всю жизнь занимался, вот как бы, собственно, пытался понять тайну отрицательных аномалий, но вот уже несколько последних лет, увидев, что вот эти аномально холодные зимы связаны с колоссальным содержанием озона, в этом виновата геомагнитная активность, а геомагнитная активность, это связь магнитного поля Солнца и Земли. Я так думаю, что и на процесс глупинной дегазации может влиять вот это солнечное, изменение солнечной активности через электромагнитное. Магнитное поле Земли создается потом, что Земля вращается, и там есть жидкое ядро, в которое есть водород. То есть, вот эти внешние факторы, но поскольку их много, то тут и мучения, то тут начинаются мучения, потому что они интерферируют, они где-то усиливают могут друг друга. То есть, на самом деле, при всех прочих равных, при всех тех знаниях, которые у нас сегодня есть, точно ответить на этот вопрос мы пока не можем. Есть гипотезы. Нет, на какой, повторю, то есть, на вот это вот совпадение, жесткое совпадение вот этих вот трех факторов Солнца, Луна, дегазация и жестко ответить, что все это абсолютно взаимосвязано, это можно точно рассчитать и предсказать, а как следствие предупредить. Нет, мы можем точно сказать, что связано. Но пока воздействовать на это, зная все факторы, совмещая их, мы не можем. Конечно, конечно, это астрономы не могут посчитать, так сказать, вот настолько все это взаимоверится, а здесь же на Земле еще свои какие-то фокусы. Понимаете, если у вас стоит вот там какая-то структура, какой-то город, все города стоят на разломах, потому что разломы это реки или берега морей, это все разломы. Так вот, если какая-то сейсмическая волна подходит поперек этого разлома, это одно влияние на дегазацию, на выделение водорода. А если она пойдет вот так, то это другое. То есть, вот я, чем больше в эту кухню залезаю, я вижу, тем более и более. И вот эти волны, о которых вы сказали, все волновое, которые гуляют, они их минут до многолетних волн. Есть в атмосфере волны Росби, которые за счет тоже гуляния планеты по эллиптической орбите там где-то увеличиваются, уменьшаются, какие-то гравитационные воздействия. Атмосфера начинает волны какие-то свои давать. Меняется скорость вращения Земли, и это все влияет на дегазацию. Я хотел бы нашу беседу закончить на оптимистической ныне. Потому что, вот мы вроде сказали, что дегазация, Луна, все это, так сказать, но рассчитать точно нельзя. Во-первых, точно нельзя, но приблизительно можно. То есть, надо вот менять психологию изучения, что газ, который взрывает шахты, он идет из глубин Земли. Это раз, и что там огромную роль играет водород. Поэтому наши датчики надо ставить и на шахтах. Предупреждение статистическое, но если в 15 раз чаще шахты взрываются в полуну и на Волуне, я уже, наверное, лет 10 кричу во всех газетах о том, что товарищ, ну не надо тогда в это время ходить в шахты. И действительно, потом-то они повторяются, взрывы чаще всего и гибнут люди. Вот даже, исходя из чистой статистики, не залезая в мои объяснения, это первое, оптимизм, что даже вот эта синхронизация, которая объяснена водородной дегазацией, уже позволяет нам как-то уберечься, если прислушаться к моим советам. А второе, вот то, что места выделения активного водорода, над которыми разрушается озоновый слой, где вот все эти энергетические происходят пертурбации, они-то мне и нам, геологам, известны. То есть, мы уже сейчас можем нарисовать карты, где лесные пожары, где? Вот сейчас, где они бушуют? Там, где выделяется водород и метан, над ними разрушается озоновый слой, приходит дополнительное тепло, втягиваются антициклоны, становится жарко, а снизу идут горючие газы, водород и метан. А метан здесь за счет дополнительного ультрафиолета превращается в озон. И здесь получается колоссальная смесь горючего, напал, водород, метан и озон. Да он сам возгорается, его поджигать не надо. Поэтому не только у нас деревенские, рязанские избы горят. Горят вот виллы миллиардеров в Калифорнии, потому что это тоже рифтовая зона. И в Австралии в рифтовых зонах самые страшные пожары вышивают. И все бросают, и еле выскакивают, и убегают. Никаких пожарных там спасти не могут. Вот это вот все. Но мы знаем эти места, вот в этом оптимизм, этой концепции. Мы уже территориальный прогноз можем сейчас дать. Ну, давайте тогда возьмем на вооружение фразу «Предупрежден, значит вооружен». Это была программа «Русский космос», и сегодня нашим гостем был Владимир Леонидович Сывороткин, доктор геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник геологического факультета МГУ имени Ломоносова. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова